Всем привет! Сегодня хочу поговорить с вами про продвижение сайтов, особенно какие шаги необходимо делать, потому что чек-лист это очень важный элемент при продвижении. И в том числе мы имеем свой чек-лист, при этом мы его постоянно модернизируем в зависимости от каждого проекта. Поэтому смотри это видео до конца и ты будешь точно знать, как продвинуть свой проект, даже если ты делаешь это самостоятельно и с нуля. Итак, первый пункт, с чего вы должны вообще начать первый шаг своего продвижения сайта, вы должны знать, кто ваш конкурент. И здесь допускают многие компании ошибки, они неправильно умеют понимать, кто их конкуренты. Для того, чтобы понять, кто ваши конкуренты, вы должны спарсить выдачу. Спарсив выдачу, вы можете изучить урлы ваших конкурентов, ваши сайты. Когда вы изучите список ваших сайтов, затем проанализируйте, насколько эти конкуренты обхватывают по семантике ваш бизнес. То есть многие конкуренты могут, условно говоря, делиться на несколько видов. Первый тип конкурентов, само собой, это будут крупные конкуренты. Я для удобства их буду выделять как Тир 1 и Тир 2, это слабые конкуренты, с которыми вы будете взаимодействовать. Итак, напоминаю, для того, чтобы найти конкурентов, вам нужно найти их список из выдачи. Здесь могут вам помочь всевозможные платные сервисы типа Ахревса, Сербстата, тому подобные утилиты, которые умеют это делать. После того, как вы соберете большой список конкурентов, вам нужно снять их метрики. Снимите их метрики любым способом, который существует. В этом плане действительно хорошо помогает Ахревс. Соберите метрики конкурентов, в частности, какие ссылки они получают, как часто они это делают, какой контент они создавали за последнее время, как они продвигают свой контент, на какие страницы они строят ссылки, используют ли они методы запрещенные, серые или продвигаются белым методом. Поэтому при анализе конкурентов выделяйте этот пункт отдельно. Также изучите, каким способом конкуренты получают трафик, на какие страницы приходится трафик. Здесь очень важно понимать, по каким запросам на какую страницу приходит трафик. Главная страница измеряйте, по каким запросам главная страница получает трафик ваших конкурентов. Здесь неплохо выделить отдельно брендовые ключи и взвесить вес брендовых ключей ваших конкурентов. Это первое, что вы должны понимать, с кем вы будете бодаться. Если ваш бизнес молодой и малоизвестный, вам, скорее всего, крупных конкурентов не переранжировать по всем страницам. Вы должны это понимать. Поэтому, когда я буду рассматривать про другой тип конкурентов, я про это детально расскажу. Поэтому оставайтесь обязательно с нами и досмотрите это видео до конца. Я расскажу про то, как бороться с разными типами конкурентов. После того, как вы соберете этот список конкурентов, вы уже будете понимать, что делать дальше. Любой проект начинается именно с создания контент-плана. Я часто вижу, когда кто-то пытается продвинуть какие-то проекты и при этом он даже не понимает, что он продвигает. Он просто берет какие-то банальные ключи и создает какие-то страницы, надеясь, что они релевантны и думает, получит результат. На самом-то деле, продвижение сайтов это то же самое, что строительство дома. Прежде чем строить дом, надо понимать, сколько этажей, какие будут комнаты, какие будут перегородки, какой материал вы будете использовать, бюджетно все это. То же самое при продвижении сайтов. Вам необходимо создать контент-план. И что такое контент-план? Это страницы, которые будут содержать ваш сайт и какая их дальнейшая цель. Когда создается контент-план, многие смотрят на какие-то высокочастотные ключи и пытаются переранжировать какой-то серьезный контент в топе. Но если вы ведете любой ключ в Гугле или в Яндексе, вы увидите там 100 миллионов результатов, 10 миллионов результатов. Вы не переранжируете их какими-то банальными стандартными методами. Лучше найти там, где ваши конкуренты игнорят. К примеру, Илон Маск, когда он создавал Теслу, он не пытался вытеснить там Тойоту, Мерседес-Бенц, Ниссан и другие компании теми методами, которые они используются. Он создал электрокары. Мы эти стратегии используем так же само для своего сайта. Мы не пытаемся продвигаться по каким-то высокочастотным запросам, а наоборот находим ключи, которые наши конкуренты игнорируют. И поверьте, они игнорируют много. Эту стратегию мы назвали стратегией тонкого контента. Что необходимо? Возьмите ключи, пересмотрите топ-10 гугла и найдите те страницы, которые содержат устаревший контент, который был создан там 3 года назад, 5 лет назад, больше. И подумайте, можете ли вы создать что-то в 3 раза лучше, в 5 раз лучше. Почему тонкий контент? Потому что, как правило, те страницы, которые были созданы много лет назад, они слабые, они не содержат много информации, не отвечают на вопросы, которые задают пользователи. И когда вы можете дать более полный ответ о современной информации, вы можете переранжировать ваших конкурентов. А знаете почему? Потому что контент – это самый важный алгоритм ранжирования. То есть, если вы будете на 3 головы выше вашего конкурента, значит, вероятность получения трафика намного выше. Мы также самопродвигаем наш блог, мы пишем по темам, которые наши конкуренты игнорируют и не пытаемся создать контент там, где его и так много, где уже и так тысячи классных статей, классных страниц. А когда мало контента, мы переранжируем наших конкурентов и после этого используем другие методы продвижения. И мы идем к следующему пункту. Третий шаг, который вы должны понимать – вы должны уметь собирать семантическое ядро для своего сайта. Здесь есть множество видео. Эти видео вы сможете увидеть в подсказочке сейчас на нашем ютубе. Это те видео, которые мы рассказывали, как собирать семантические ядра. На самом деле здесь существует много разных методов, но все равно они все сводятся к одному. Вы должны собрать все возможные ключи, которые могут быть использованы для поискового продвижения, разбить их по группам и разбить их по вашим будущим страницам. Если же у вас бизнес маленький, скорее всего этот список ключей будет небольшим для существующих страниц вашего сайта. Отдельно выделите ключи для блога, которые мы рассматривали в прошлом, в пункте, который рассказывал Анатолий. Поэтому, когда собираете семантическое ядро для всех страниц, очень важно уметь их грамотно кластеризировать. Кластеризацию можно проводить разными методами. Например, если вы не знаете, как разбить, воспользуйтесь нашим кластеризатором. Он может при помощи подсказков по морфологии слов подобрать нужные сегменты для будущих страниц. В этом плане наш кластеризатор помогает продвинуть семантику, разобрать семантику по пунктам, по полочкам для всех будущих страниц. Обратите внимание, когда вы собираете семантическое ядро, вы должны понимать, с каких поисковых систем вы будете парсить подсказки. Если вы продвигаетесь в Гугле, пользуйтесь всевозможными сервисами, которые собирают подсказки из Гугла. Но я всегда в Рунете пользуюсь и сбором семантики из Яндекса. Например, если я продвигаюсь в Украине, я использую Яндекс.Вордстат для сбора ключевых слов, но убираю все русскозависимые ключи, где упоминаются гео ненужных мне пунктов. Таким образом, у меня получается очень обширное семантическое ядро на огромное количество ключевых слов, которые я в дальнейшем разбиваю. Когда вы будете работать с семантическим ядром, вы должны понимать, что на самом деле вам нужно акцентировать внимание не только на классических коммерческих ключах. Отдельно выделяйте ключи в вопросы, отдельно выделяйте ключи, у которых огромное количество слов, отдельно выделяйте ключи, которые, возможно, пойдут на фильтры под категории, которые могут быть в вашей коммерческой странице. И здесь вы точно так же отмечаете, что страница должна получать определенное количество трафика. Если у вас слишком низкочастотный запрос, вероятно, под него страницу создавать не нужно. И если нечего рассказывать про эти запросы, то не нужно создавать огромное количество ненужных и бесполезных страниц. Поэтому при создании семантического ядра это нужно обязательно учитывать. Отдельно особняком стоит сбор так называемых ключей по топонимам. Топонимы, напоминаю, это ключевые слова, в которых содержится любое упоминание города, области, района, который может встречаться в вашем семантическом ядре. Если ваш сайт подразумевает разделение контента по топонимам, выделите эти ключи отдельно, чтобы они не мешали продвижению вашего сайта, чтобы вы понимали, под какие запросы вы будете сегментировать какие страницы. Если же у вас не будет разделения по топонимам, просто оставьте их как есть в существующем кластере. Наш кластеризатор, например, умеет выделить все топонимы отдельно. У него есть соответствующая для этих целей функция. Он умеет их выделить в отдельные мини-кластеры, чтобы вам удобнее с ними было работать. Следует помнить, кластеризация по умолчанию может не быть идеей для новой страницы. Это может быть идея для раздела большой страницы, поэтому не обязательно воспринимайте микрокластер как идею для страницы. Поэтому микрокластеры и нужны для идей блоков контента на существующих страницах. Поэтому семантическое ядро – это большой документ, который на самом деле собирается один раз для вашего сайта и затем дорабатывается. Дорабатывается спустя время. Глубой ошибкой большинства тех, кто продвигает свои бизнесы, является тем, что они собирают семантическое ядро неправильно, не собирают на них все возможные метрики, не учитывают измерения конкуренции. И таким образом, каждый раз, когда приходит проект на продвижение, я задаю вопрос, у вас есть семантическое ядро? Я считаю, что у каждого созданного сайта оно уже должно быть собрано, а не собирать его с нуля. Да. Напоминаю, семантическое ядро чаще всего собирается для нескольких целей. Для создания нового сайта, для улучшения структуры нового сайта и для подбора контента, для написания контента на пустые страницы, либо на плохо проработанные страницы вашего сайта. Если же вы создали сайт, а семантику собираете потом, вероятно, вы допустили последовательную ошибку при создании сайта. Поэтому семантика используется на первых этапах создания вашего сайта. Пункт номер 4. Я хотел бы обсудить с вами авторский контент. Я знаю, что многие заказчики, они идут на биржу ETXT или какие-то другие, находят копирайтеров. На самом-то деле, это не копирайтеры, это рерайтеры. Они, как правило, не знают темы. И все, что они делают, они заходят в топ-10, переписывают контент, пережевывают его. И после этого сайт не может получить результаты. А знаете почему? Потому что люди уже читали эту информацию. Любой пользователь, он не открывает одну страницу, он открывает множество страниц и читает. Если этот контент он уже видел в топ-10, вероятность, что вы переранжируете эти сайты с точно такой же информацией, очень низкая. Поэтому лучше всего создавать авторский контент. К примеру, когда я вот нахожу какой-то контент-план, статьи, где я хочу написать что-нибудь новое, я читаю конкурентов топ-10 и создаю то, чего у них нет. И это может создать исключительно специалист, который знает эту тематику. К примеру, в нашем блоге пишут только маркетологи, которые много лет занимаются именно продвижением сайтов. К нам не пишут специалисты, копирайтеры, которые не знают рекламу, потому что они не смогут создать какой-то полезный продукт. К примеру, вот вы заболели. Что вы сделаете? Вы будете искать врача, который знает, как вас вылечить. Вам будет интересно читать текст от копирайтера, который не учился 7 лет в университете, не получил множество практики, потому что он вам не поможет. Так же само люди, им интересно читать тексты от специалистов. Поэтому, если вы хотите создавать контент, который будет приносить результаты, найдите специалистов. И мы это сделали. Каким образом? Мы нашли списки блогов по рекламе, выбрали всех авторов, которые там пишут, перепроверили их контент на комментарии, на органический трафик, на поделиться в социалках, выбрали лучших авторов и связали с ними. Мы им написали письмо, не хотите ли вы писать для нашего блога. Конечно, не бесплатно. Мы им платим за это деньги и хорошие деньги. И поверьте, это стоит в 5 раз дороже, чем вы закажете это на бирже. Но результаты будут в 20 раз выше. Вы получите трафик, понимаете? Лучше сделать меньше, но получить качество. И таким образом вы продвинетесь. А мы идем к следующему пункту. Пятым шагом, который вы должны понимать, это правильное продумывание структуры вашего ресурса. Структура сайта – это то, к какой иерархии будут располагаться ваши страницы. На самом деле структуру хорошо прорабатывать в какой-то удобной программе, типа MindManager или XMind, любого сервиса, в котором можно продумать логичную иерархию ваших страниц. Помните, для поисковой системы каждая страница – это отдельный уникальный документ, на котором имеется уникальный заголовок, и она предназначена для определенной цели. Заточена под определенный поисковый запрос, поисковый интент, и не перекликается с другими страницами, не является их полными копиями. Поэтому, когда вы продумали семантику, следующим шагом, я бы обратил внимание, вы должны продумывать структуру вашего сайта. На структуру будет влиять все. Это и ссылка, структура ссылки, ЧПУ, которую вы будете делать. Напоминаю, ЧПУ – это человекопонятная ссылка, которая имеет уже в теле ссылки какое-то текстовое обозначение, куда она ведет. Вы можете там каталог будет вести на каталог, продакт будет вести на страничку продукта, либо какая-то услуга будет коротко содержать в себе уже сразу контент той или иной услуги. При создании структуры вы уже и продумываете иерархию этих ссылок в вашем сайте. Большие сайты обязательно должны продумывать структуру. В малых сайтах структура может быть вполне себе формата такой обычной простой древовидной структуры. Главное – список услуг и отдельно список служебных страниц. Напоминаю, в структуру сайтов входят как страницы, которые предназначены для поиска, так и страницы, которые предназначены для юзер-интента. В юзер-интент входят страницы, которые мы все знаем. Это страничка «О нас», страничка «Контакты», «Пользовательское соглашение», «Условия по защите персональных данных», «Гид покупателя», «Вакансии». Это все служебные страницы. История компании, новости компании, акции – это все служебные страницы. Они не продвигаются, под них ключи не собираются. Не нужно собирать ключи на страничку «О нас» и «Контакты». Это не нужно делать. Поэтому в структуре сайта вы должны уделить место как заточенным под SEO-страницам, так и страницам, которые имеют вполне себе служебную цель. Такие даже, как корзина, регистрация, личный кабинет. Многие страницы служебные могут быть даже закрыты от индексации, некоторые внутренние, вашего ресурса. Если вы зайдете на Ахребс, у Ахребса служебными страницами являются практически все страницы, которые закрыты после входа в регистрацию. Сам инструмент, он закрыт. Но при этом главное, там блок, о них написаны и находятся в индексе. Помните, что именно на этапе структуры большинство сайтов проваливается, потому что они забывают какие-то важные элементы в своей структуре и таким образом уступают сайты конкурентам. Просто потому что неправильная структура влечет множество проблем. Это плохо организованное меню, плохо организованная навигация. Много других проблем на ресурсе всплывают из-за плохо продуманной структуры. Пункт номер 6. Давайте обсудим, что сегодня важна простота. И я объясню почему. Вы знаете, Эйнштейн в свое время сказал, что создаваем максимально просто, но не проще этого. На самом деле это сегодня актуально более чем когда-либо, потому что люди, которые переходят на сайт, они не хотят взрывать свой мозг. И многие создатели сайтов, вебмастера, они просто рассматривают с точки зрения продвинутого пользователя, который знает хорошо свой контент. Что они делают? Они пытаются запихнуть множество товаров, продуктов на одну страницу и продать все и сразу. Но люди это не любят. Сегодня важна персонализация. Когда человек зашел и четко нашел то, что ему необходимо. То есть должна быть максимально простая структура. Надо убрать ненужные элементы. И когда мы делаем наши аудиты юзабилити, мы максимально это убираем. Мы говорим, не надо это использовать. Сделайте просто. Зайдите на наш сайт. У нас нет трех колонок. Мы делаем все в одну колонку. У нас нет тяжелой структуры. Множество элементов мы перенесли вниз страницах. К примеру, если вы откроете сайт и увидите, что там множество пунктов меню, это сбивает человека. Не усложняйте ему жизнь. Сделайте максимально просто. И тогда вы улучшите поведенческий фактор. Тогда вероятность того, что пользователь задержится у вас и закажет ваш товар увеличивается. В противном случае он просто уйдет, забудет про вас навсегда и уйдет к вашему конкуренту. А мы идем к следующему пункту. Шаг номер семь. Это вы должны прописать метаданные для ваших страниц. Почему это важно? Помните, что метаданные это то, что видит пользователь в первую очередь, когда вбивает поисковый запрос в поисковую систему в Google или в Яндекс. И в список страниц, которые выводятся, выводятся метаданные. А в частности выводятся метаданные тайтл. Тайтл это тот же самый заголовок, который выводится в выдаче. И он является тем самым кликабельным элементом, на который все кликают. Метаданные нужно важно прописывать для вашего сайта. Для каждой страницы у вас должен быть уникальный заголовок, который не повторяется между другими страницами. Желательно, чтобы он не копировал чужие тайтлы. Для этих целей используются разные методы уникализации. И, конечно же, он должен помещаться в выдаче, стараться, чтобы он не обрезался, и содержать максимально полезную информацию, которую пользователь должен кликнуть. Старайтесь не использовать кликабельные. Жми таму сюда, там здесь ты можешь узнать. Это не работает уже давным-давно. Заголовок должен быть максимально лаконичен, содержать нужные ключевые слова. И, конечно же, вы должны понимать, что для того, чтобы быть в топ-1 SEO, вы должны быть просто гуру, настоящим джедаем по кликабельности ваших заголовков. Так говорит Брайан Дин. И действительно, это правда. Кликабельность ваших заголовков, на него влияет множество факторов. Например, мы сделали калькулятор заголовков, который учитывает рекомендации именитых SEO-шников. Он считает, как вы правильно прописываете заголовок, какая длина, какие ключевые слова, в каком порядке вы их используете. Если у вас цифры, скобки, это очень важный показатель на самом деле для заголовков. Также разделители, вот эти вертикальные разделители тоже мотивируют пользователя понять, что сайт большой, возможно, на нем много контента, он захочет на него перейти. Второе – это Description. Description, как ни странно, тоже является фактором ранжирования, и по большинству страниц он часто отображается. Например, для коммерческих страниц Description имеет огромное значение, и для коммерческих страниц Google чаще всего выводит именно его. Поэтому пропишите Description максимально правильно. Не повторяйте в нем заголовок, а пропишите свой уникальный Description для каждой страницы. Он не должен повторять уже написанный контент на сайте, а должен быть уникальным некоторым эссе того, что находится на этой странице, и мотивировать пользователя перейти на нее. Description еще участвует в таком методе ранжирования, так называемый социальный метод ранжирования. Когда вы добавляете ссылку в мессенджеры, либо в какие-то другие сервисы, подтягивается туда именно Title и именно Description. Поэтому Title и Description вы должны уделять максимальное внимание при продвижении вашего сайта. Восьмым пунктом давайте обсудим линкбилдинг. Я знаю, что это самая сложная часть SEO, и многие не знают, как правильно это выполнять, поэтому не получают результаты. Даже имея классный контент, у них нет результатов. Я вам расскажу на нашем примере. Возьмите, к примеру, наш сайт. Каким образом мы создавали ссылки для нашего сайта? Мы не покупали их на бирже ссылок. Мы использовали как раз методы взаимодействия напрямую и даже не платили деньги за создание этих ссылок. Мы писали классный контент, предлагали блогерам других сайтов, и они из-за того, что действительно контент полезный, классный, нес полезную информацию для их аудитории, они оставляли внешнюю ссылку на нас. Понятное дело, мы ее просто включали в контент. Этот метод действительно хорошо работает. Если вы хотите получать результаты, пишите контент для других. Я знаю, что многие, допустим, пишут много статьи в свой блог и при этом забывают про других. На самом-то деле, если у вас нет авторитета, нет внешних ссылок, лучше 20% писать для себя и 80% для других. Сегодня, к примеру, мы 100% пишем для себя, потому что мы уже не используем эту стратегию, так как получили авторитет. Но несколько лет мы практически писали только для других, поэтому мы получили высокие результаты. Второй метод линкбилдинга, который я бы вам рекомендовал, это scholarship, проведение социальных программ. То есть мы проводим социальные программы и получаем авторитетные ссылки с сайтов ГОФ и ЕДУ. То есть это университеты, это какие-то правительственные организации, это суперавторитетные ссылки, которые подняли рейтинг нашего сайта. И действительно, сегодня мы ранжируемся высоко, благодаря именно этим ссылкам. И необходимо комбинировать, не думайте только о двух стратегиях, там гостевой постинг, социальные программы. Используйте множество других, подумайте, что лучше работает для вас. К примеру, стратегия битых ссылок, или там стратегия Брайана Дина, скрайскреперс техник и множество других. Тестируйте, выбирайте. Не пытайтесь охватить сразу все стратегии, выбирайте именно те, которые лучше всего сработают для вас или где у вас больше уверенности. После того, как вы создаете какие-то внешние ссылки, думайте, куда же они должны все-таки ссылаться. И сегодня важно создавать контент, который дает причину сделать ссылку на вас. К примеру, если у вас страница дохлая, не несет такой полезной информации, то даже если вы напишите классную статью, редактор другого сайта подумает, стоит ли делать такую дохлую неправильную ссылку. Поэтому мы создаем бесплатные калькуляторы, бесплатные тулы, на которые люди хотят ссылаться, и мы получаем внешние ссылки. Это действительно сегодня очень хорошо работает. Далее необходимо создавать какие-то гайды, полезную информацию, какие-то исследования, которые дают причину сделать ссылку на вас, потому что это действительно полезная, хорошая информация, которая работает. И работайте обязательно с околонкорным текстом. К примеру, если вы написали статью для кого-то другого, необходимо не просто включить ссылку, а чтобы она была окружена грамотным текстом, чтобы это все было релевантно, а не просто вшито лишь бы, потому что вы хотите получить внешние ссылки. Я вам скажу, что многие сайты, они даже не думают про линкбилдинг, они думают, как создать классный контент для других и таким образом создать известность. Поэтому выбирайте, что работает для вас, не пытайтесь создать много, огромное количество. Сегодня самое важное – это качество. И мы переходим к следующему пункту. Пунктом номер 9 я бы хотел, чтобы вы выделили то, что удобство пользователя – это все. На самом деле, вам нужно постоянно делать аудит юзабилити своего сайта. Как на этапе при его создании, так и последующие выделять постоянно бюджеты на анализ его юзабилити. Почему бюджеты? Потому что это время. Нужно постоянно заниматься анализом, как ведут себя пользователи на ваших страницах. На каких страницах они оседают, с каких страниц они уходят. Проследите, с какой страницы пользователь покинул ваш сайт в большей степени. И почему он это сделал. Отследите, какие кликабельные элементы где у вас находятся. Помните, пользователь смотрит так называемой буквой «Ф». Я об этом рассказывал в большом видео в азах аудита юзабилити. И вы должны понимать, что мы привыкли к определенному расположению. Пользователи консервативны и не любят сверхновшеств. Они любят удобство и простоту. И поэтому, если ваш сайт кардинально отличается от привычных сайтов, которые есть в вашей нише по анализу конкурентов, у вас могут быть проблемы. Поэтому анализируйте юзабилити, как пользователи реагируют на вашу корзину, на ваш каталог, на вашу карточку товара, на вашу страницу услуги, даже на вашу статью в блоге, на вашу страничку контактов. Удовлетворены ли они, пользуются ли они вашими кнопками, форумами, взаимодействуют ли они с вашим контентом, или вообще покидают ваш сайт и возвращаются в поиск, не найдя нужного результата. Следите за так называемыми входными страницами. Это те страницы, на которых пользователь приходит из поиска. Проследите, какой путь он проделывает. Найдите страницы, из которых пользователь, зайдя, покидает их и поработайте над контентом. Вероятно, с этими страницами есть проблемы. Просто цифра показателя отказа еще ничего не значит. Потому что, например, финальная страничка оформления заказа может иметь показатель отказа максимальный, но все равно пользователь ее заполняет и, узнав номер заказа, закрывает ее. Ему больше ничего не нужно. Но в других случаях вы должны отслеживать такого рода страницы. Также вы должны понимать, что есть еще так называемые сиротские страницы. Это страницы, на которые никак нельзя попасть, кроме как с поиска. То есть, не перелинкованные страницы между собой. Убедитесь, что навигация на вашем сайте сделана грамотно и на все страницы пользователь может попасть при помощи кликов по ссылкам. Это и есть тоже анализ, который нужно проводить на вашем ресурсе. Поэтому юзабилити, напоминаю, это все. Оно выключает в себя все. И удобство контента, и удобство навигации, и функционал. Потому что, как говорил Джонатан Айф, дизайн – это функционал, умноженный на удобство. Вот вы должны понимать, что одно должно быть вместе. То есть, дизайн – это не красота, это удобство, умноженное на функционал. Вот и есть это настоящий дизайн вашего сайта. Вы должны продумать его и сделать удобным, и также функциональным. Поэтому обязательно уделяйте внимание юзабилити. Десятым пунктом я хотел бы обсудить с вами, что необходимо иногда отстраниться от SEO, или SEO, как нас любят называть. Почему? Потому что, к примеру, посмотрите, у нас YouTube канал. Мы получаем там огромный трафик, множество просмотров, и он действительно сегодня очень классно продает. Почему? К примеру, сегодня в YouTube 31 миллион YouTube каналов и 2 миллиарда пользователей. Если взять же Google, там 1 миллиард 800 миллионов сайтов. Это просто перегретый рынок, где сложно уже зайти. Если вы молодой проект, вам придется потратить несколько лет для получения каких-либо результатов. Поэтому, когда вы создаете контент для YouTube, даже нулевые каналы получают огромную вероятность и могут продвинуться. Полно других каналов. Instagram, TikTok, LinkedIn. К примеру, у нас в англозаичном направлении мы сильно уделяем много внимания LinkedIn. И сегодня у нас там 50 тысяч подписчиков. Потому что это действительно работает. Мы нашли места с огромной аудиторией и продвигаемся там. Выбери какую-то одну социалку. Это может быть Facebook, Pinterest и продвигайся там. Потому что сегодня 70% пользователей, прежде чем купить какой-либо товар, они проверяют ваш контент в социалках и смотрят, это стоит ли вам доверять. Потому что множество сайтов сегодня пытаются обмануть, нагреться. И у них, как правило, нету своей аудитории. Когда вы нарабатываете где-то свою сильную аудиторию, это помогает SEO. И это также можно рассматривать как отдельный источник продаж. Но мы переходим к следующему пункту. Одиннадцатый шаг нашего сегодняшнего анализа это, конечно же, технический аудит. Да, это еще один аудит, который нельзя делать только один раз и больше его не делать. Технический аудит это обзор всех ваших ошибок на сайте, которые могут помешать продвижению вашего сайта в поисковых системах. Да, именно на технический аудит приходится анализ исключительно SEO-шных ошибок на вашем сайте. В техническом аудите нет ошибок там неработающей формы или там не прописанного там где-то там цен. Это не является анализом технического аудита. В техническом аудите мы замеряем все то, что приводит к несоответствию вашего сайта поисковым алгоритмам. То есть сюда вам включены такие пункты, как проблемы с индексацией, проблемы с скоростью открытия ваших страниц, битые ссылки и тому подобное. Большой чек-лист есть на нашем сайте в разделе технический аудит. Вы можете посмотреть все, что проверяется на сегодняшний день. Также я снимал большое видео про пошагово как делается технический аудит и какой пункт конкретно проверяется и как. Сходите на это видео и посмотрите. На самом деле сейчас Google выкатывает новый алгоритм Core Web Vitals. Сейчас выходит множество вебинаров посвященных как раз именно этой теме скорости загрузки. И скорость возможно станет граилем по продвижению сайта. Пока это не так важно. Да, крупные гиганты до сих пор еще не уделяют этому внимания. Но они могут себе это позволить. У них жирный брендовый трафик. А сайты такие как обычно находятся в нижнем эшелоне должны беспокоиться как раз о скорости юзабилити. И большинство сайтов с которыми я сталкиваюсь имеют отвратительную скорость загрузки с мобильных устройств. Поэтому уделяйте внимание скорости загрузки. Еще одной немаловажной ошибкой технического аудита является ошибки в микроразметке. Манипуляции в микроразметке которые могут даже повлечь бану от поисковых систем. Поэтому уделяйте этому внимание. И конечно же всегда уделяйте внимание классическим ошибкам которые никуда не деваются. Это зеркала редиректы которые могут быть на вашем ресурсе но вы о них можете попросту не знать. Проводите сканирование собирайте ошибки сегментируйте ошибки по важности и давайте вашему программисту чтобы он их исправлял. В противном случае о поиске вы можете на долгое время забыть если не будете исправлять технические ошибки поэтому выбирайте грамотно программистов с которыми вы будете сотрудничать чтобы они понимали что это важно понимали что эти работы не сверх сложные они важны и не очень сложные но их нужно выполнять и нанимайте для этих целей программистов которые будут работать с вами будут разбираться внутри вашего сайта и возможно берите этих людей на постоянку часто бывает такая ошибка когда владельцы сайтов нанимают программиста на время он что-то поделал ушел потом приходит другой программист что-то поделал ушел в итоге сломал и на этом все дело заканчивается сайт никуда не движется иногда просто такую же ошибку делать когда у вас сайт плохой давайте переводим вас на новый сайт это растягивается по времени а пока эти все переезды происходят у вас нет трафика нет продаж нет ничего поэтому наладьте этот процесс сразу у вас должен быть программист который будет понимать важность технического аудита и то как его нужно исправлять 12 пунктом я хотел бы обсудить что необходимо иметь терпение и не ждать что результаты прям придут сегодня или завтра меня часто клиенты спрашивают как быстро получить результаты нам трафик надо уже сегодня нам необходимо платить зарплаты платить аренду и другие расходы и уже над результаты ребята сегодня так не работает вы не одни множество других сайтов также хотят быстрые результаты гугл яндекс это определенный механизм который заточен на обработку множества информации и из-за того что качество создается не так быстро результаты конечно же идут долго к примеру мы чтобы получить результаты для своего блога мы потратили несколько лет мы их даже не видели в упор куда мы идем сегодня они высокие так же само необходимо набраться терпения и выбрать правильную стратегию то есть если у вас правильная стратегия вы можете получить результаты вы можете спросить почему у нас маркетологов так долго это шло ну на самом-то деле мы конкурируем с такими же маркетологами которые также хотят получить результаты тысячи других сео студий борются за этот трафик и не просто так мы в семерке украины и в топ-20 России по трафику потому что мы проявили терпение мы писали длительный период для других сайтов мы строили свой бренд и сегодня мы получили результаты а несколько лет мы их просто банально не видели имей терпение иди спокойно шаг за шагом продвигайся создавай классный контент создавай внешние ссылки анализируй фиксируй и результаты получишь ну и бонусный тринадцатый пункт вы должны понимать что поисковые системы это тоже сервисы и вы должны добавить свой сайт в поисковые системы как добавить свой сайт в поиск я записывал отдельное видео и советую вам его посмотреть да добавлять свой сайт в поиск тоже нужно не просто он так взял и появился во первых у гугла есть сервис google my business куда нужно зарегистрировать ваш сайт если в интернет магазин вам однозначно нужно зарегистрироваться в google merchant это только для гугла если у вас новостной сайт вам нужно зарегистрироваться в google publisher для новостей и публиковать новости там там тоже свои особенности продвижения у каждых сайтов свои подходы к созданию но вы должны это делать в яндексе существует огромное количество сервисов это яндекс справочник яндекс кью это в принципе яндекс директ нужно создать себе не поленится аккаунт даже там его нужно если у вас интернет магазин добавьтесь в яндекс маркет да это стоит денег туда нужно за это платить но это нужно потому что в яндексе приоритетами становятся выдачи выводятся интернет магазины это очень важные сервисы где вы попросту должны быть полная палитра сервисов от яндекса на самом деле поражает яндекс еда там все что угодно то есть яндекс все это делает для того чтобы монетизировать выдачу он заполняет выдачу своими сервисами и вы если вы их никогда не переранжируете но вы можете получать с них трафик поэтому добавьте себя в них тоже яндекс дзен яркий пример как можно грести трафик при помощи микроблогов на этом сервисе вы можете свой блок вести параллельно вести блок в яндекс дзене для этих целей просто когда вы заказываете контент у авторов заказывайте еще дополнительный контент у авторов послабее и заполняете свой яндекс дзен в гугле же я еще хочу вам напомнить что помимо классических сервисов вы должны понимать что есть сервисы которые гуглом не очевидны это гугл флайт с тому подобное то есть нужно себя агрегировать если вы допустим вы занимаетесь продажей авиабилетов то есть их действительно огромное количество самые важные я перечислил но если вы думаете что вы без них не справитесь есть еще два сервиса которые вы должны обязательно себе добавить это гугл вебмастер и конечно же яндекс вебмастер Если мы продвигаемся в Рунете, не в Украине, например, а в Рунете классических, эти два сервиса обязательно нужно добавить. В Украине Яндекс сервисы заблочены, поэтому вы можете проигнорировать все пункты, названные с Яндексом, которые я назвал сейчас. Завершение всего этого, конечно же, вам нужно поставить Google Аналитику и Яндекс Метрику, потому что эти сервисы тоже помогают пронжированию. Их отсутствие на самом деле показывает, что сайты практически хуже индексируются. Поэтому повесьте оба счетчика на ваш сайт. Ну и, конечно же, если вы уже хотите так вот завершить, повесьте еще пиксели соцсетей, потому что вам они пригодятся в будущем. А как они вам пригодятся? Подписывайтесь на наш канал, ставьте, как говорится, нам лайки, и я расскажу, что делать с этими пикселями в дальнейших видео.